Кружок робототехники в Симферополе был создан в августе прошлого года. Обучает малышей тренер Александр. Этой идеей молодой человек загорелся после окончания физико-технического института в Москве. Отмечает, на материке это очень распространенное занятие. В Крыму ничего подобного ранее не было. Кружок называется робототехника Arduino Junior Robots. Это, можно сказать, первый кружок робототехники, посвященный Arduino в Крыму. Лего мы не занимаемся. Мы конкретно печатаем на принтерах, программируем, моделируем, занимаемся с новыми кибернетиками. То есть все, что связано с так называемыми DIU-проектами. Богдану 15 лет. Работа, которой он гордится, система автоматического полива. В устройстве три горшка, в которых еще ничего не растет. Богдан пока не определился, что именно посадит. Еще не решил, что посадить, но устройство заработает очень скоро, потому что почти все готово. И скетч почти полностью написан. Также должно висеть наблюдение за уровнем жидкостей в резервуарах для полива, в отдачке. Денису 14 лет. Кружки он занимается полгода. На протяжении последнего месяца парень работал над проектом под названием «Квадроподу». Роботом можно управлять прямо со смартфона. Детали для умной машины сделаны из пластика на 3D-принтере. Собирал я его на протяжении месяца, дальше только модернизировал. Сейчас «Квадроподу» можно управлять прямо с телефона. Он может с вами поздороваться, потанцевать, может ходить и поворачиваться. Мама Дениса гордится успехами сына. Отмечает, подобные кружки очень полезны для современных детей. В них подрастающее поколение может найти себя и направить свои творческие способности в нужное русло. И здесь дети не просто сидят за компьютером, играют или где-то в подворотне бегают. Они здесь себя находят в своей жизни даже, программируют, печатают на 3D-принтере, проектируют. То есть придумывают различные вещи, которые сегодня мы увидели, которые, я думаю, в жизни им помогут. Приятным сюрпризом для нашей съемочной группы стала работа Ростислава. Специально для ИТВ мне пришла в голову идея сделать музыкальный проект. Это банановое пианино. Вот это настоящий, серьезно простой банан. Вы можете его скушать, сделать все с ним угодно. И с помощью специальных вот этих сенсоров это превращается в музыкальный проект, на котором можно сыграть вообще все что угодно. Несмотря на то, что кружок робототехники существует меньше года, его участникам уже есть чем гордиться. Ребята занимают призовые места во многих республиканских конкурсах. В целом же робототехника успешно развивается в Крыму. Все больше ребят участвуют в кружках и создают шедевры. Мария Мосур, Артур Чалы, Служба новостей и ТВ.